Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 20 марта 2019 года. Среда по одному из современных календарей. Что такое лабиринты? Это тема сегодняшнего нашего эфира. Вячеслав Викторович Токарев и Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио. Мы продолжаем наш эфир. И вторая часть посвящена вопросам и репликам, которые приходят в наш чат из наших ресурсов. Сайт Народного славянского радио slavradio.org. Слава радио латиницей одним словом. И также у нас есть канал в ютубе youtube.com.slavradio. Вопросы, которые не содержат каких-то значимых правильных мыслей, воспринимаются как не пойми что. Поэтому сюда не допускаются. Те, которые по теме и грамотно выражены, те сюда допускаются и озвучиваются. Помимо вопросов, конечно, еще и реплики. Также отвечаю, что если вы задаете вопрос, а когда же появится этот эфир, когда можно послушать, он появится сразу после того, как будет обработан, выровнен звук. И через несколько дней вы сможете его посмотреть у нас на нашем канале в ютубе, ну и на дружеских каналах, которые в большом количестве начали нашу информацию распространять. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия Алексея. Вячеслав Викторович. Мое субъективное мнение, несмотря на планы лабиринтов, я вижу искаженную геометрию, закручивающуюся из центра спирали. Улиткин домик, начинающийся золотыми пропорциями ряда Фибоначчи. Возможно, не на физическом уровне нужно смотреть. Используется ли в построении лабиринтов саженная система МИР? Вот, ну, вы уже переходите к модели построения лабиринтов. И я скажу так, что саженная система МИР, она в обязательном порядке присутствует в построении лабиринтов. Это надо проходить занятия в школе лабиринтов. Вот, и лабиринты еще там строятся. Там есть так называемая указила. Это, ну, выбирается такой шест, как бы палка с острым концом, ну, которая как бы рисует лабиринт на местности. И выбирается МИРИЛа. МИРИЛа выбирается у нас локоть. И от размера, так сказать, локтя, это ширина, так сказать, дорожки лабиринта. Вот, и вы выбираете вот этот размер, так сказать, локоть. И потом вы к этому локтю, вы выбираете переход в конкретную сажень. И переход в конкретную сажень осуществляется через пространство. То есть вы к этому, так сказать, к МИРИЛу, вы сообразно пространству, когда размещаете это пространство, вы в этом пространстве, вы или, так сказать, добавляете некий ГАК, или убавляете ГАК, то есть еще поправка на пространство. Вы получаете ту сажень, которая необходима вам для построения лабиринта. Вот, поэтому вся вот наша, так сказать, древнерусская система, она там, так сказать, присутствует. Никто лабиринт с рулеткой строит и не разбивает. Далее Иван Капуста, шуточная реплика. В эфир всегда думал, что если попаду в лабиринт, то залезу на стенку и буду смотреть сверху, куда идти. Далее Геннадий Романенко пишет про Одессу. Говорят про катакомбы в Одессе, это понятно есть, а вот есть ли лабиринты? Потому что ему кажется, что в Одессе что-то должно быть более интересно, нежели чем катакомбы. Ну, если брать в древние, так сказать, источники, то в древних источниках везде упоминаются подземные лабиринты. Вот, то же самое, как и подземные храмы. Вот, мы знаем, что храмы на самом деле, они были, везде строились, как храмы явные, которые вынесены у нас в яв и проявлены на святых. Так, и храмы были потаенные, тайные, подземные. Так, в общем-то, и упоминаний подземных лабиринтов тоже у древних историков встречается довольно много. Ну, вот, как-то найти их еще не удается. Вот, а в исторических записях они везде есть присутствуют. Так что ищите и обрящите. Мариана Власта, как правильно запустить энергетический лабиринт? Как правильно запустить? Ну, вы знаете, на самом деле, я вам скажу, выложить лабиринт из камушков или из цветочков, там, или из растений, это не так словно. Ну, вот мы, например, в Ириновке, мы строили лабиринт, у нас лабиринт строился два месяца, а сами камушки мы выкладывали два дня. Ну, к этому двухмесячному сроку строительства лабиринта, мы два года до этого выбирали место, и причем мы привлекали там и видящих людей, и астрологов, и прочее. Это два года выбор места, потом два месяца у нас ушло на энергетическую зарядку этого места. То есть, чтобы выложить лабиринт на земле, вы вначале этот лабиринт, ну, должны собрать в потоках энергии. Вот, и вот там два месяца, это целая система разных, так сказать, праздников, посвящений, так сказать, проходила. Это когда мы на этом месте, где будущий лабиринт, мы творили, будем, так сказать, небесный лабиринт, мы собирали потоки энергии. А потом за два дня мы выложили сам рисунок, сами камушки, спирали. То есть, лабиринт, на самом деле, то, что вы видите и приходите на него, это далеко не то, что есть на самом деле. Лабиринт как айсберг, на виду только малая часть, а все остальное скрыто. На виду, но только очень маленькая часть. Хорошо. На тазах, где можно знать, какому органу какая длина волны и как правильно применить, благодарю. Но вопрос не совсем по теме, поэтому можем на него не отвечать, если хотите, не отвечайте, хотите, отвечайте. Ну, это медицинские термины, там есть, я встречал в литературе, если вас это интересует, поищите. Ну, то есть, каждый орган, это вот как вот приборы медицинские настраиваются, витофон, там прочее, вот они же настраиваются на определенные длины волны, для того, чтобы воздействовать на определенные органы. Вот, тут и есть такие работы медицинские. Угу. Хорошо. Ярослава, знаете ли вы частоты, в коих измеряется торсионное поле Вселенной? Благодарю. Торсионное поле Вселенной? Угу. Я знаю, что высшие божественные частоты, это, так сказать, это ультрафиолет, вот это супер длинные волны, вот, и поэтому, так сказать, скорее всего, торсионное поле, оно где-то, наверное, в этих частотах и будет восприниматься. Идем дальше, Бажена Макс, скажите, пожалуйста, как влияют минералы и металлы на торсионное поле человека, если они правильно подобраны? Ну, во-первых, во все лабиринты и в святилище, в капище подбирались определенные наборы камней, да, каменная структура. Прежде всего, самое активное влияние, это оказывает кварц. Но кварц не тот, который мы знаем, как минеральная форма кварца, а кварц аморфный. Это вот, так называемый, кремнезиом, вот, кремнистый кварц, кремнезиом. Ну, это, или вот минералы, это вот группы, там, так сказать, опалы, халцедоны, то есть вот эта группа минералов. И этот кварц, он имеет, там, не просто аморфную, так сказать, структуру, а он имеет внутри этой структуры, имеет такие плоскости и своеобразная решетка построения этих плоскостей. И вот этот кварц, он формирует, так называемые, пьезоэффекты. То есть, вы, ну, когда вы можете воздействовать на эту кристаллическую решетку, вот этого именно кварца, который я назвал, эта кристаллическая решетка отзывается даже на слабые воздействия. На звук, на слово. Вот вы воздействуете на эту решетку, и у вас возникают слабые токи, вот, электрические, да. Вот, и вы можете устанавливать, вот с этим, так сказать, кварцом, можете устанавливать контакт. Вот, и вот этот, как раз, камни, обогащенные вот этим вторичным кварцем, это еще иначе называется биогенный кварц. То есть, кварц, который получается в результате процесса жизни, жизнедеятельности. Это живой кварц, это тот кварц, который растет, реагирует на жизнь, реагирует на потоки жизни. Вот этот, так сказать, биогенный кварц, он составляет основу, по сути дела, и лабиринтов, и всех священных мест, называемых мест силы. И он же составляет основу нашей компьютерной техники, вот эти кварцевые, так сказать, пластины. Они же и в мобильных телефонах, и в телевидении, и прочее. То есть, вот это как раз и есть вот эти, так называемые, кремнистые пластины, или камни, обогащенные вот этим вторичным биогенным кварцем. А металлы там разные, так сказать, подбираются. Там целая большая, так сказать, модная лекция про металлы рассказывает. Хорошо. Ну, в общем, каким-то образом они влияют на поля человека, если правильно подобраны. Если правильно подобраны, наверное, в хорошем смысле влияют. В хорошую сторону. Хорошо. Ну и в заключении от Ярослава вопрос такой. «Слышали ли вы гипотезу о том, что круги на полях начертаны непосредственно звуком, тем, что окружает нас великой вселенной? В частности, это описано в шастрах. Благодарю». Вот, ну, кругами на полях, ну, приходилось, так сказать, соприкасаться. Просто я сам родом из казачьей станицы. Это казачья станица около Армавирного Кубанска. Это как раз то место, где у нас, пожалуй, больше всего рождается кругов на полях. Вот, и поэтому с кругами на полях, в общем-то, приходилось, как говорится, соприкасаться. Вот, насчет звука я не слышал, чтобы кто-то говорил о том, что там происходит некое звучание. Там есть другие эффекты. Например, перед тем, когда появится кругам на полях, начинается определенная обеспокоенность животных. Собаки начинают лаять, так сказать, там, животные, так сказать, там, нервироваться, так сказать, вести. Вот, круги на полях возникают практически всегда ночью, где-то в определенное время, где-то, где-то под утро возникает, приходит, приходит энергия. Вот, животные, повторю, значит, четко реагируют, птицы реагируют. Вот, там, тоже, значит, тут накануне вот эти вещи происходят. А вот, когда таится само таинство кругов, да, и когда круги возникают, вот, вдруг возникает такая щемящая тишина. И щемящая тишина, ну, когда все замолкает. Вот, и вот в этой тишине, ну, когда все замолкает, и как бы природа замирает. Вот, только вот такое тревожное состояние, что что-то такое происходит, да. Вот, и вот в этот, в момент вот этого тревожного состояния возникают эти круги на полях. И после того, когда произошло вот это таинство рождения кругов на полях, вдруг начинает резко опять возобновляется вся природа. Начинается птичий гвал, там, еще, животные волос подают, там, и прочее, прочее. То есть, а каких-то других звуков не было, не слышно. Или, может быть, наше ухо человеческое, мы же не все диапазоны воспринимаем звук. Да, скорее всего, это имелось в виду, поскольку это звуки Вселенной, то Вселенная обладает большим диапазоном частот, которые мы можем не слышать. Я говорю, ну, то, что вот фактически, вот то, что конкретно, вот мне доводилось наблюдать и видеть, как происходит возникновение кругов. И потом, круги на полях, там, учтите, что там не все так просто. Ведь внутри кругов никакой живности нет. Туда животные не бегут, не заходят, люди на полях. Живность туда не идет. Ну, только один человек в этих кругах шастает. А все живое круги на полях избегает. Вот, в отличие, кстати, от лабиринта. Вот, как лабиринт, вот, вы построили, я показывал на фотографии на огороде. Вот, и все кроты сбежались со всех окружающих участков. Вот, и всем почему-то нравится жить на лабиринте. Вот, в Ириноке у нас постоянно там птиц масса прилетает, белочки приходят, зайцы там зимой, то есть, со всего леса собираются. То есть, лабиринты, наоборот, такое буйное притяжение всего живого мира. Там растет земляника большая, там, черника. Это все, так сказать, вот где лабиринт, там все проявляется в таких гигантских размерах и любовь к природе. А вот где круги на полях, там совершенно все наоборот. Понятно. Ну что ж, будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Это был последний вопрос. 20 марта 2019 года. Среда у нас. И как-то вот надо тему, что такое лабиринты, грамотно, красиво закончить. И предлагаю, Вячеслав Викторович, что-то доброе в заключении сказать нашим радиослушателям, зрителям, чтобы так вот на ночь было о чем задуматься. Закончить? Идите в лабиринты. Понятно. И всем будет счастье. Понятно. Кто-то посылает в баню, оно здесь так незамысловато. Идите в лабиринт. Что ж, друзья мои, что такое лабиринты, это была тема сегодняшнего эфира. В виртуальной студии находился Вячеслав Викторович Токарев. Очень подробно рассказал, продемонстрировал различные варианты лабиринтов. И самодельные, и старинные, которые, ну, видимо, кто-то тоже сам делал. Ну, вот, сохранившиеся до нынешних времен, и из разного материала, и живые, и зеленые, и из камней. Так что, вот, кому интересно это все, пожалуйста, изучайте этот материал. Я же прощаюсь со всеми вами. Благодарю всех за участие. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова